так немножко выбил коллеги слетел видимо instagram выбивает но сейчас посмотрим как получится надеюсь что сейчас все будет хорошо так и тогда мы с вами проговорили что ребеночек должен выбирать и и он и он выбирает либо отстраниться от мамы либо выбрать мамины потребности и мы с вами на тех занятиях разобрали первую стадию в которой мы взяли ментальную структуру и эмоциональный тип я сейчас не буду все это уже пересказывать все это есть мы начнем и такую связочку мостик такой с той встречи прокинули и начинаем двигаться дальше мы рассмотрим что характерно для того или иного возраста что характерно потом для структуры личности этого человека и что характерно в целом для телосложения и для того как выглядят люди с тем или иным развитием мы сейчас говорим о том что у нас формируется эго эго состояние я сейчас выведу картинку эго состояние и мы с вами рисовали вот такую табличку я хочу чтобы ее себе еще раз расчертили кто не был напер на той встречи вот в этой табличке мы пишем название структуры возраст потом пишем третья графа мы пишем основное право которое должно реализоваться в этом возрасте и потом мы пишем два варианта развитие по ранней стадии это когда еще нет ресурса у ребеночка и по поздней стадии когда наоборот укрепился ресурс и он уже бунтует и в последней колонке мы пишем родительское послание это очень важно это то как идеально говорит деткам и что идеально им транслировать чтобы они в этот период прошли его с максимальными потерями для себя в целом у нас у каждого ну где-то по 3-4 структуры есть из каждого нарушение этой этой структуры происходит тогда когда мама сама не в ресурсе когда мама сама не не слышит своих инстинктов когда у мамы происходит такой процесс в котором с одной стороны ей хочется следовать инстинктам с другой стороны ей хочется слушать чьи-то советы с третьей стороны ей хочется еще и свои желания осуществлять и когда вот мамина эго состояние разбалансирована собственно и ребенку сложно в этот момент формироваться потому что ребенок формирует свои контейнеры на протяжении всей жизни эго контейнеры и первое время именно для формирования этих эго контейнеров контейнера до необходима мамина поддержка то есть мама должна взять его импульсы переработать эти импульсы и еще вернуть ему обратную связь то есть все его слова действия мамочка должна взять переработать и вернуть ему научить научить как его как его действовать принять его желание принять его потребности и вот как раз таки мама формирует у ребенка вот это эго состояние и хорошо если мама сама в крепком таком взрослом и тогда эти процессы проходят ровненько если же мама сама разбалансирована то прав происходит либо ранняя стадия либо поздняя стадия так сегодняшняя стадия которую мы пишем сегодняшняя в первой колонке структура которую мы пишем называется структура автономии структура автономии возраст во второй колоночке пишем с 8 месяцев до двух с половиной лет что происходит в этом возрасте. В третьей колонке мы пишем право, которое необходимо реализовать ребенку. В этом возрасте, в этой структуре, которая называется структура автономии, ребенок реализует такое право отправиться в этот мир, исследовать этот мир и найти то уникальное, то ценное, что необходимо именно ему. Знаете этот возраст? Одни детки увлекаются, к примеру, жучками-паучками, другие детки увлекаются конструктором, третьи бегают, прыгают, больше активности и так далее. То есть вот это тот возраст с 8 месяцев до 2,5 лет, это как раз-таки тот возраст, в котором ребеночек формирует это активное право. В третьей колонке основное право. Теперь в колонке, где ранние и поздние стадии, я буду вам рассказывать, а вы для себя будете раскидывать потихонечку и записывать. Это тот возраст, когда ребеночек уже физически начинает ползать. Да, вот он пополз. Это активное переживание происходит тогда, когда он пополз, а потом начинает ходить. И вот в этот момент происходят очень важные процессы. Впервые он может побежать сам. Если до этого он мог показывать пальчиком и требовать что-то, куда-то его перенести, что-то ему принести, то вот в этой стадии автономии начинается такой потрясающий в его жизни момент, как отсутствие бесконечной зависимости от мамы. И в этом возрасте что происходит? Вот представляете, он впервые оторвался. Причем дети начинают бежать не к маме, как это принято считать. Да, вот первые шажочки к маме-то он делает. Но потом ребенок начинает бежать от мамы. Он убегает. Знаете такой возраст, помните? Потому что он впервые отцепился от этой бесконечной зависимости, и он может что-то делать сам. И если раньше он был зависим, то сейчас он может выбирать, какие действия он может сделать. Что здесь в этом состоянии? У ребенка происходит состояние невероятной эйфории. В этот момент у ребенка происходит большая потребность бежать и исследовать этот мир. Он ощущает этот мир невероятным, он ощущает себя счастливым. Если вы будете просматривать свои семейные альбомы, вы можете обратить внимание, что вот фотографии есть, они в принципе соответствуют стадиям, которые мы пишем, стадии структуры. Мы с вами в тот раз писали первую структуру и вторую взяли. Помните, мы говорили про то, что это малыш, который лежит на ладошках с вытянутой вот так головкой. Я думаю, те, кто имеют малышей, они помнят у каждого в семейном архиве, есть такая фотография, в которой он впервые головку поднял и вытягивает шею. Это вот мы с вами проговаривали в той встрече. Это стадия, которая называлась, не стадия, а структура, которая называлась отчаяние и недоверие. Вот в этом возрасте они тоже бегут вперед и вытягиваются вперед, но только это уже вот такая фотография, когда он летит вперед с распростертыми объятиями к этому миру. Наверное, у каждого из вас есть такие фото своих малышей. Вот это та структура автономии, в которой он чувствует себя невероятно счастливым. И каждый предмет, буквально каждый предмет на его пути — это всё новое. То есть он не знает, дерево это или камень, а дверь это или диван. У него всё, к чему он прикоснётся, — это всё новое. И он всё это должен познать. И представляете, какое количество вот этих переживаний в нём, какое количество энергии в нём, и в этом возрасте действительно им даётся много энергии. И если вы помните, когда ребёночек совершает тысячу раз одно и то же действие, он, к примеру, подошёл к двери, и он эту дверь тысячу раз туда-сюда, 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 помните? Давайте мне обратную связь, будем с вами в диалоге. Когда вот в этом возрасте он подошёл к дивану, слез-залез, залез-слез, залез-слез. То есть вот это тот период, когда ребёночек впервые к чему-то прикасается сам, самостоятельно, испытывает эйфорию, радость, и он должен это действие повторить много-много-много раз. Очень важно, чтобы родители в этот момент не делали за него. Вот этот процесс, в котором он много раз сделает одно и то же действие, он ему необходим. В этот момент развивается концентрация. И вот те родители, которые видят, что ребёнок туда-сюда, туда-сюда, залазит, слазит с дивана, принесли ему табуреточку, вот это вот не надо делать. Или родители, которые дверь он туда-сюда открывает, они взяли, подпёрли и оборвали его процесс. Вот этого тоже лучше не делать в этом возрасте. Вот до двух с половиной лет в этом возрасте эти процессы, которые тысячи раз туда-сюда что-то сделают, они необходимы, чтобы он научился концентрации. Она потом ему крайне пригодится в различных периодах его жизни. Так вот, в этой структуре автономии, здесь вот эти два состояния, быть собой и быть вместе, они тоже есть. Они есть у нас везде, в каждом периоде, в каждой структуре. И вот быть собой здесь обозначает иметь право исследовать этот мир, иметь право делать свои собственные находки. Это ожидаемое право, можете записать, да? Больше я вам хочу здесь отметить, что вот это право делать это самостоятельно, именно самостоятельно. Именно самостоятельно отправиться в этот мир и распознать всё, что в нём есть. Потому что в предыдущем праве тоже есть необходимость делать открытие, но там это ещё под контролем с мамой. Здесь это уже структура, в которой он делает находки самостоятельно. Это быть собой, право быть собой. Право быть вместе – это показать маме то, с чем он столкнулся, те открытия, которые он нашёл в этом мире, да? И поэтому здесь важно не обрывать, как я уже сказала, не обрезать ребёночка и говорить, что ты молодец, мне нравится, что ты это сделал. А часто мы подбегаем к нему, видим, что он делает что-то такое для нас неудобное, и мы начинаем истерить, кричать, да, не трогай, нельзя, зачем ты это взял? Вот этих вещей здесь крайне запрещено делать, потому что этот весь процесс, он ему необходим. То есть ваша задача – смотреть на это и разделять, помогать ему. Иначе ребёночек очень быстро научится и поймёт, что, оказывается, здесь лучше ничего не показывать и лучше ничем не делиться, да? Записывайте себе, что в ранней стадии, да, и вообще в этой стадии автономии нельзя забирать, нельзя ругать, нельзя его обрывать от тех процессов, на которых он сконцентрировался. Реализовать право – это отправиться в этот мир, исследовать его, найти то, что нужно именно мне, и взаимодействовать с этим. Что происходит, если в этом возрасте давать ребёночку телефон? Так как здесь стадия автономии и стадия поиска своего любимого дела, своих любимых интересностей, в этот момент, если мы ему подсовываем телефон, то у него формируется не вот огромный реальный мир, да, в котором есть, конечно же, опасности, в котором есть много различных предметов, которые он не знает. Если мы ему подсунем телефон в этом возрасте и будем таким способом пытаться организовать ему безопасность, то он будет развиваться намного позже. У него, конечно же, он останется в безопасности, но все процессы у него будут сдвигаться, потому что он будет лишён той возможности, чтобы обследовать эту планету. Телефоны в этом возрасте крайне нежелательны. Что происходит в развитии ранней структуры? В ранней структуре она ещё называется невербальная, потому что здесь нет речи. Что здесь происходит? Если родители запрещают исследовать этот мир, если они долго держат в манежике, если они запрещают бежать куда-то, понятно, что в рамках разумного, но если вы контролируете территорию и его будут одёргивать, то это не очень хорошо. Если ребёночка пытаются усадить и пытаются его чем-то занять, ему не интересно, а его опять возвращают, он хочет куда-то уходить, его опять к этой пирамидке возвращают и заставляют его делать то, что он не хочет. Если в этот момент, в этот период он не может найти и увидеть то, что есть в этом мире, если он его не следует. Это вот, знаете, как мы на лекциях можем сидеть и слушать эту лекцию в полуха, нам она неинтересна. Так и дети бывают в этом периоде, когда их чем-то заигрывают, а им неинтересно, им уже пойти куда-то хочется. И вот если этого не происходит, то ребёночек часто не может найти вот что-то своё, и ещё у ребёнка происходят сложности с формированием выбора. Я сейчас поподробнее расскажу, как эти детки сложно принимают выбор свой. Так как в этом возрасте характерно исследование, у них настолько сложно со способностью остановиться, это для них в целом невозможно, потому что у них в бессознательном есть понимание, так как они в каждый момент находят всё новое, 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 у них есть понимание, что дальше же больше, дальше интереснее. И вот этот бесконечный поиск, если детки развивались по ранней стадии в структуре автономии, то в дальнейшем им настолько сложно принять решение. Это выглядит примерно так. Ребёночек зашёл, допустим, школьник в компьютер, ему нужно найти какой-то реферат. А он одно окошко открыл в компьютере, второе, ну я беру старших школьников, кто уже работает на компьютере, третье окно, четвёртое, да и взрослые тоже, пятое. И он, когда уже эти все сто окон открыл, он одну информацию искал, но так как ему кажется, что дальше интереснее, 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 то он открывает много, а когда он уже все открыл, к этому моменту его ресурс закончился, он устал и, по сути, он уже не может принять решение, потому что он уже без ресурса. Да, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, если у вас, вот мы с вами, да, поищем вокруг себя таких или, может быть, в себе найдём такие вот характеристики свойственные. Как ещё это можно увидеть? Пришли мы, к примеру, в торговый центр, да, и вот мы в один магазин зашли, вроде бы не то, да, во второй, в третий, в четвёртый, в пятый мы весь торговый комплекс оббежали, в конце нужно принять выбор, а на принятие решения уже нет ресурса. Просмотрено много, энергии потрачено много, уже не понимаешь, голоден ты, устал, спать ли ты хочешь, раздражён ли, то есть настолько уже ресурс истощился, что уже даже вот базовых потребностей ты не распознаёшь. И в конце он даже забывает, что он хочет, да, он забывает, что он искал изначально. Если смотреть на детках, как происходит, то это то же самое, когда они одну игрушку, вторую, третью, четвёртую, всё распечатали, всё достали, а потом уже сами устали и начинают рыдать, плакать и так далее. Дайте мне обратную связь. Понятно ли вам, что такое ранняя стадия? Мы говорим о том, что в этот момент ребёночка не пускали исследовать мир, что его чем-то там занимали. Это такая стадия, в которой ему не хватило ресурса для того, чтобы побежать самостоятельно. В целом, в целом, вот тут вот эта структура автономии, она никогда, этот человек, да, у которого в структуре автономии было что-то нарушено, он никогда не может остановиться, ему всегда трудно принять решение, он всегда думает, что дальше будет, не знаю, там легче, дешевле, интереснее и так далее. И эта особенность принять решение, она и у ранней стадии, и у поздней стадии, вы можете и в ту, и в ту колоночку записать. Невербальная называется... Сейчас я уберу, чтобы нам не мешало. Так, невербальная, эта стадия называется так, как ребёночек ещё не говорит в этом возрасте, и ему не даёт ничего пока ещё самостоятельно исследовать. Мама настолько сформировала его пространство, она его настолько обезопасила, то есть она сама всё исследовала, она сама всё проверила, да, и вот у этого ребёночка лежит в этом манижике только то, что ему дали, чем заниматься, а сам он для себя выбрать не может. И ещё такой момент, что при первой возможности, как только вы такого ребёночка достанете из манижика, он тут же начнёт убегать. Вот знаете, когда детки убегают отовсюду, причём они убегают и маленькие, вот из детского садика. Если у вас есть клиентская практика, скорее всего, в терапии вам клиенты рассказывают, да, что они там из садика ушли, из поликлиники, на площадке куда-нибудь уходили. То есть это вот те дети, которых усадили, дали, чем играть, обезопасили, и они заскучали. А сделать что-то самостоятельное ресурса ещё пока не нашлось. И тогда вот это вот эго-состояние, эта стеночка, она строилась по ранней стадии. И в дальнейшем, даже во взрослом возрасте, эти люди всё время откуда-нибудь убегают. С ними вообще трудно заключать какие-либо договора. Им сложно чего-то поручать, потому что они много-много-много берут на себя обязательства, а потом куда-то в один момент пропадают. Дальше, что ещё особенность этих людей, какая характеристика? Это вот такие люди, которые могут сказать, я пошёл, я выйду сейчас за пиццей, схожу там или что-то куплю и вернусь. Ушли и пропали. Есть, может быть, такие друзья, начинайте узнавать, да. То есть их психика, она невербально обслуживает вот эту потребность в автономии. Они даже сами не замечают, они делают так, чтобы встать и уйти. К примеру, я пойду чай налью, раз, а его и нет. Он пошёл спать, лёг, книжку читает и так далее. Если узнаёте таких, да, может быть, там, супруг, дети, сёстры, братья, сейчас приду, сейчас поболтаем, да, и ушли, и нет их, и они уже забыли, потому что они жизненно нуждаются вот в этой автономии, в браке. Такие люди уходят из брака. Есть фильм, знаете, который называется «Сбежавшая невеста». Помните, да, вот как только она поняла, что это будет тот единственный партнёр, то есть это вот бессознательно та мама, которая посадит в манежик и скажет, «Делай только то, что нужно маме». Вспоминайте, да, то есть она, помните этот фильм, она бежала, 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 со всех своих свадеб она убегала. То есть это вот как раз та необходимость в автономии. Такие люди уходят из брака, из союза, они всё время в движении, причём они могут четыре брака иметь и всё время из каждого уходить, потому что где-то будет именно та работа, которая им интересна, именно те возможности, которые сейчас вот необходимо освоить и так далее. Они всё время всё бросают. Если узнаёте кого-то, пишите. Будем общаться, будем обсуждать. Так, себя в чём-то узнаю. Ага. В чём? Вот прям раскрывайте. В чём узнаёте себя? Дальше двигаемся. Угу. Так. Дальше двигаемся. Это... Это всё... Да, как всё связано, пишите. Это очень всё связано. Почему? Вот вначале я сказала, почему связано. Потому что... Помните нашу картинку? Сейчас я её выведу. про эго-состояние. Сейчас я её найду. Выведу эго-состояние. Угу. Сейчас, одну минуточку. Вот. Вспоминайте, я на том уроке выводила. Первая, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая. Мы сегодня разбираем третью и четвёртую. Первая – это была пренатальная стадия, внутриутробная, да? Вторая – это была до восьми месяцев. Сейчас третья – с восьми месяцев до двух с половиной лет. Читаю ваши ответы. Ушла за хлебом, пришла через час. Вот. Абсолютно верно. Значит, Илона пишет. Уходы вечно ушёл и пропал. Вот. Это третья стадия. Это необходимость в автономии. Это те недопрожитые ситуации, которые были в детстве. Юля пишет. У меня знакомая была. Невозможно договориться. Нарушала все планы и надёжность ноль. Абсолютно всё верно. Вот. Муж соседки такой. Да, когда фильм ещё какой-то есть, там, вышел мусор вынести и куда-то там уехал на выборы какие-то, да? Муж соседки. Да, отлично. Вот это те люди, которые нуждаются в автономии. Это вот ранняя структура. Они убегают физически. Они убегают физически. Поздняя структура, где стеночка такая более ресурсная, да, где уже есть ресурс бороться. В поздней структуре эта стадия называется вербальная. Пишите, вот там, где колонка была раннее развитие и позднее развитие. Вот в позднем развитии вы пишите, что это вербальная стадия. И здесь немножко по-другому. Они тоже убегают. Но сейчас я объясню, как они это делают. Эти люди очень харизматичные. Эти люди заговорят, уведут в дебри, куда угодно. За столом, за столе они всегда ведут разговоры. Они могут прибивать, уводить, к примеру, там разговор на свою тему. Что еще им характерно? Им характерно уговорить кого-то. Этим людям характерно вступить в какую-нибудь секту, в какой-нибудь там, не знаю, амвэй, еще что-то. Этим людям свойственно продавать какие-либо товары. Вот, да, как эти называются, напомните мне, да, вот эти все распространители. Этой структуре им характерно вести, заключать на себя разговор за столом и быть как тамадой, да. Этим людям, что еще свойственно, когда они рассказывают анекдоты, байки, прибаутки. То есть, такая харизматичная натура. Что еще здесь характерно? Пообещать всем взять куда-нибудь, рассказать о каком-нибудь там, не знаю, там, вы знаете, как в этом году было классно на Алтае. Вот там такая природа, там такие горы, реки и так далее. Давайте поедем. Приходит время, когда договаривались ехать. Ему звонят, давай поедем. А, да не, это ж я просто рассказывал, да. То есть, такой колобок. Он все время что-нибудь рассказывает, уходит, рассказывает, уходит от ответа. Так вот, этой структуре, более поздней, так как у них ирония, да, ирония фильм, да, герой из новогоднего фильма, который улетет, да, ирония судьбы. Вот эти люди, которые уже по поздней стадии развития, они из иронии судьбы, да, но там другая история, там у него алкогольное опьянение, да, это форс-мажор, скажем так. А это люди прям действительно, они вот рассказывают, рассказывают, но их сложно поймать за слова. Вот в чем разница в этих стадиях? Если в ранней стадии их сложно поймать физически, потому что им необходимо эту автономию осуществить, то вот у этих харизматичных по поздней структуре, у них развита речь, они харизматичные за счет того, что им нужно было развлекать маму. Вот вы мне пишите, что как все связано? Вот так и связано, что им, чтобы удержать внимание мамы, им нужно было взаимодействовать, что-то рассказывать, отвлекать ее и так далее. И они вот, если первых физически сложно поймать, то их сложно поймать за слово, как говорится, да. Используют речь во всем этим людям и той, и той, и той ранней и поздней структуре. Им трудно выстроить близость с партнером. Их достоинство связано с тем, что им можно использовать этот мир самостоятельно. Вот то, что было подавлено, да, с 8 до 2,5, где-то там держали, чем-то завлекали, что им было неинтересно. И вот это право быть автономным подавили. И они во взрослой жизни начинают реализовывать это право. Они все время куда-то уходят, кого-то заговаривают и так далее. Так, какой пример? Какой пример? Давайте у поздней стадии, да, у стадии, которая вербальная называется. У них всегда возникает чувство, что они все должны делать сами. Что они не должны просить о помощи. Потому что, когда мамочка с ними была в контакте, и когда эта стадия развивалась, их немножко так сбагрили. То есть, они, мамы поняли, что ребенок может теперь делать что-то самостоятельно. И ему сказали, молодец, молодец, играйся сам, смотри, ты же можешь. То есть, они были хорошими девочками, хорошими мальчиками. И у них, наоборот, им нужно было мамочку держать внимание, привлечь ее, что-то ей там рассказать, что-то ей показать. А мама все время говорила, ты молодец, давай, давай делай сам. То есть, это родители, которым хотелось отвязаться от этих детей. Видите, в чем разница? В первом случае, мамочка, наоборот, обезопасила. А во втором случае, у нее какие-то были дела, и она хотела отвязаться. И поэтому во взрослом возрасте они делают абсолютно все сами и не хотят никому обращаться. И вот эта автономия, она им тоже жизненно необходима, чтобы допрожить вот то право, которое не сформировалось в том раннем возрасте. Теперь в последней колонке, где у нас были написаны идеальные послания родителей, вы себе зафиксируйте, что необходимо говорить таким деткам. Идеальные послания родителей. Первое. Помогать, когда ребеночек нуждается. Спрашивать, могу ли я тебе чем-то помочь. Не самому лезть туда, да, вот она дверь туда-сюда, туда-сюда закрывает. Мама, хорошо, если она спросит, тебе нужна помощь, можно я тебе помогу, да. Или он собирает эту пирамидку, собирает, собирает, попасть не может. Мама берет, хоп-хоп-хоп-хоп, вот на, держи, красивая пирамидка. Вот этого делать не надо. Вот эта концентрация внимания, она здесь им жизненно необходима. Поэтому, поэтому, если вы хотите ребеночку помочь или поучаствовать в его процессе, то вы, я уберу, девочки, я уберу эту картинку. Если вы хотите поучаствовать, то ребеночку необходимо спросить, тебе нужна помощь, ты хочешь, чтобы я с тобой поучаствовал, поиграл, помог, да. И ни в коем случае вы не должны забирать у ребенка сам процесс. Вы не должны сделать так, что вы заберете процесс, а отдадите ему только результат. Вот это будет не очень хорошо. Это тот пример, который я говорила, что мы взяли и сделали все за него. Так, что здесь еще важно отметить? Что важно отметить? Что это все развивает способность концентрироваться, что бы он ни делал. Даже если для вас это кажется абсолютно ничем не интересная игра или передвигание какого-то предмета. Ему необходимо исследовать мир. Дальше, что необходимо понимать? В это время ему мир необходимо исследовать. Но помните то, что я сказала вначале? Ему нужно и исследовать, и быть вместе. То есть, когда он что-то находит, он должен разделить эти переживания. Он не просто должен найти в этом мире что-то, он должен разделить эти переживания. Не отмахивайтесь, когда ребеночек пришел поделиться с вами чем-то интересным, чем-то, что он нашел. Даже если это будет игрушка, даже если будет лягушка, хотела сказать. Даже если это будет какая-то грязная палка. Вот он взял эту грязную палку, он ей машет. Понятно, что вам не хочется стирать, чистить его. Но вы не отбирайте, не отбирайте этот процесс. Потому что в этот момент он концентрируется на том, что происходит. Важно отметить, как мне нравится, что ты такой сильный. Как мне нравится, что ты смог найти такую классную длинную палку. То есть, вы должны отметить, как минимум отметить и разделить с ним то, с чем он к вам пришел. Понятно? Напишите мне обратную связь. Понятно ли, что необходимо делать? Не отмахиваться, когда ребеночек пришел. Не прерывать его деятельность. Ценить, когда он делится с вами. И не надо радоваться, когда он к вам не приходит. Да? Так, что здесь еще? Что здесь еще? Так, вы мне пишите. Да, понятно. Узнали кого-то из своих знакомых? Себя, может быть. Что не зафиксировали в табличке? Стадию автономии я рассказала. Что не зафиксировали в табличке? Спрашивайте. Я перезагружу эфир, чтобы он нас не выбил. И мы возьмем еще одну стадию развития. Себя узнаете? Татьяна. Хорошо. Так, в чем узнали? Пишите. Узнали знакомых. Надя пишет. Да, это хорошо, когда у кого есть детки. Эта информация вам поможет. Эта информация поможет вам понять себя. Эта информация поможет, скажем так, не винить, не ругать себя, когда вы что-то делаете не так. Вы должны понимать все время, что ваши процессы сформировались очень в ранней стадии. И очень хорошо, когда эти вещи вы будете видеть у своих клиентов. Так, свое поведение как ребенок. Олеся пишет. Я тоже себя узнаю. Очень самостоятельно сложно просить помощь. Вот. Это значит, психика формировалась, структура эго формировалась по ранней стадии, когда уже был ресурс. Так, да, важно, что вокруг много мамочек, которые радуются деткам самостоятельным. Но это не всегда так. Да, мы радуемся, когда они нам что-то принесли, когда они поделились. Самостоятельность тоже отлично. Но это важно, чтобы это не было в контексте сбагрить, отказаться. А, все, ты молодец-молодец. То есть он там что-то принес поделиться. Вы молодец-молодец. И занимаетесь своими делами. Вот это, конечно, не та стадия. Немножко позже уже можно будет. Но до двух с половиной лет лучше стараться все-таки принимать, все время контейнировать. Будь то эмоция, будь то какая-то находка в его жизни. То есть вот до двух с половиной важно это хранить, беречь. И давать ему обратную связь, какой он сильный. И как вы его видите, цените. Это наши мамы. Сбагрить. Илона пишет, наверное, про слово сбагрить. Это наши мамы, да. Конечно, сбагрили и занялись делами. Ну, знали бы, как надо, сделали бы по-другому. Хорошо. Так, в табличку зафиксировали. Я сейчас перезагружусь. И мы возьмем следующую стадию, которая называется... Это стадия автономия. А следующая стадия... Записали, что она бывает невербальная и вербальная. И я переразгружаюсь, чтобы взять следующую стадию. Угу. Спасибо. 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 Спасибо.